Синематограф За прошедший год актер, заменивший Чарли Шина в сериале «Два с половиной человека», заработал 24 миллиона долларов, несмотря на некоторые снижения рейтинга шоу. Кроме актерской карьеры, качер – удачливый инвестор. Ему принадлежат доли в некоторых IT-компаниях, например, Скайп. На втором месте оказался Хью Лори, многие годы игравший «Доктора Хаоса» в одноименном телесериале. Проект завершился весной 2012 года на восьмом сезоне. Заработки Лори составили 18 миллионов долларов. Помимо основной профессии, актер также активно занимается и музыкой. Третью строчку рейтинга занял комик Рэй Романа, снимавшийся в сериале «Мужчины среднего возраста» и озвучивавший «Симпсонов». За год он пополнил свое состояние еще на 16 миллионов долларов. С 18 октября в российский прокат вышел новый американский боевик «Ограбление казино». В этой истории даже Брэду Питу будет трудно сохранить контроль над ситуацией, и все же он спасет всех. Во время подпольной игры в покер совершено ограбление, и угроза повисла над всем воровским сообществом. Воротилы мафии рассчитывают, что Джеки Коган найдет виновных. Однако, вращаясь среди нерешительных заказчиков, жуликов-растовщиков, усталых убийц и тех, кто спланировал дело, даже специалисту, трудно сохранить контроль над ситуацией. И на картина «Ограбление казино» снята по мотивам одноименного романа писателя Джорджа Хиггинса. Новый фильм – это криминальный триллер Эндрю Доминика с актером Брэдом Питтом в главной роли. Поговори с ним. Чё такое? Эй, вы чё? Поговорить? Ну, покидай немного о стенке, но не колечо не просили. Выпьем пивка! Ребят спалили. Они хвалились тем, как обнесли чью-то игру. Что за придурки-то? Почему нельзя просто молчать? Загорится как костёр, тебе понравится. Что бы ты сделал? Я бы вызвал Ники. Из Нью-Йорка? Двоих завалить? Не вопрос. А нужен ли ещё человек? Работёнка-то на двоих. Я прихожу сюда каждый день. Знаю. А я тебя нет. Меня вообще мало кто знает. Астерикс и Абеликс снова в деле. Эти неугомонные галы и их верная собачка, вооружившись магическим зельем, с 25 октября отправляются вызволять своих друзей-британцев из-под гнёта Юлия Цезаря. Держись, Англия! Юлий Цезарь остановился в Британии, где одна маленькая деревня всё ещё не сдаётся римским легионерам. Но ситуация становится критической, и жизни жителей деревни в опасности. Один житель деревни, Халиторакс, не теряя надежды, отправляется к своему кузену Астериксу в Галлию с просьбой о помощи. И вновь неутомимая парочка, Астерикс и Абеликс, а также их верная собачка Идеяфикс, вооружившись волшебным зельем, отправляются вызволять друзей-британцев из-под гнёта Юлия Цезаря. Фильм Лорена Терара – четвёртая экранизация комиксов о приключении Астерикса в формате 3D. Это игровой ремейк мультфильма «Астерикс» в Британии и продолжение фильма «Астерикс» на Олимпийских играх. Мировая премьера ленты прошла 17 октября, а в России лента стартует 25 числа. На сегодня это всё. Хорошего вам дня, добрых новостей. И помните, что жизнь – это не кино, но хэппи-энд обязательно будет.